Генезис 2.0 10 тысяч лет назад охотились в тундре степи, так и современные их потомки в той же тундре степи на Новосибирских островах охотятся тоже на мамонта, но на то, что осталось, на бивне мамонта. На мой взгляд, самый сильный момент в фильме – это сама постановка проблемы клонирования вымерших животных. И мамонт – это действительно первый претендент из вымерших животных на такое клонирование. Действительно, это клонирование возможно, и в фильме со всех сторон обсуждается возможность этого клонирования, какие возможные пути есть для клонирования вымерших животных. Еще раз скажу, что фильм мне понравился, и я приглашаю всех его посмотреть. Прежде всего, мне понравились съемки природы, действительно, это как бы воссознанная атмосфера, в которой жил мамонт, природная среда, в которой он жил. Ну, фильм будет полезен для всех, для любого зрителя, в том числе и для детей. Там никаких специальных научных терминов нет, и, в принципе, он познавательный, интересный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok